Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим про вопрос, который прям-таки навевается погодой весной и уже грядущим скорым летом. Мы сегодня поговорим про велосипедный спорт, о том, что это сегодня вообще такое, чем это отличается от того, как это было когда-то и как он, велосипедный спорт, живет и чувствует себя сегодня в Одинцовском муниципальном районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Дмитрий Вячеславович Гавердовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Вячеславович, консультант, эксперт общественной палаты. А также у нас сегодня в гостях Павел Юрьевич Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Юрьевич, если я не ошибаюсь, вы основатель велосообщества, одного из велосообществ нашего Одинцовского района. Да, совершенно верно. Ну что же, пожалуй, вот с кем, как ни с вами, нам вообще разговаривать о том, что такое велоспорт. Наверное, все-таки к вам сегодня первый вопрос. Вот на сегодня люди, увлекающиеся действительно велоспортом, они как-то объединены в одно большое сообщество по интересу? Причем я говорю о любых велосипедниках, да, и тех, кто по шоссе исключительно катается, и те, кто предпочитает грязь месить в лесах и так далее. Или все-таки какое-то есть разобщение? Ну, я с велосипедом столкнулся в 2014 году, сел на него и активно стал покорять родные края, просторы. Оказалось, что у нас в районе нет коммуникации велосипедных сообществ, поэтому была идея создать на базе одной социальной сети группу для объединения всех велосипедистов. В принципе, в данный момент у нас уже большое сообщество, и все наши прогулки выходного дня собирают от 15 до 20 человек, и стараемся каждый раз увеличить это количество участников. А все-таки почему люди раньше как-то не объединялись? Именно потому, что не было связующего звена, то есть организатора некого? Ну, скорее всего, по собственному опыту вижу, что людям нужен человек, который придет к ним домой, посадит его на велосипед. То есть, что, слушай, дружище, а не пора ли тебе заняться с собой, вообще говоря? Слезай с дивана, садись на велосипед и поехали с нами. Если вот опять же возвращаться именно к сегодняшнему дню, насколько вот сегодня велосипед в Одинцовском районе, это действительно удачный выбор, если вы хотите, пока не будем говорить, да, о том, чтобы там, допустим, машину заменять велосипедом, но вот просто, чтобы развлекаться, отдыхать телом и душой? Ну, велосипед всегда являлся хорошим видом досуга, активного отдыха и очень хорошей площадкой для общения, потому что в автомобиле ограничено количество, вот наши, грубо говоря, покатушки, то есть это хороший способ общения с единомышленниками. Но единственное, в районе у нас пока что для шоссейного велосипеда есть много трудностей, то есть дороги узкие, у обочины тоже узкие, а лыжеролинная трасса, она перегружена. Если можно для наших телезрителей все-таки пояснить поподробнее, потому что наверняка вы понимаете, есть понятие велосипедист. Велосипедист, если раскрыть, человек сидящий на велосипеде, да, при этом то, что велосипедов просто уйма, что они разные, что там, где проедет там человек на BMX совершенно не проедет там шоссовик, люди вполне многие понимают. Если можно чуть-чуть раскрыть, вот какие основные направления велосипедного спорта у нас имеются? Если брать спортивные дисциплины, есть кросс-кантри, это как раз самый распространенный вид велосипеда с широкой резиной, с грубым протектором, и который может преодолеть любую грязь, то, что у нас в районе сталкивается. Есть шоссейные велосипеды, это... Это, я прошу прощения, то, что вот... То, что это наше, это горный велосипед, да, то есть он по статистике где-то процентов 85 пользователей, это горный велосипед. Ну, многие его используют не по назначению и колесят по городу, что не очень рационально. Есть велосипеды прогулочные, то есть это предназначено для парков, города, то есть без всяких экстремальных дисциплин. Это, ну, простые велосипеды, достаточно бюджетные. Есть шоссейные велосипеды, которые предназначены для больших скоростей и тоже спортивный снаряд, можно сказать. А если вот говорить про... Возвращаться, да, к инфраструктуре, которая необходима каждой группе велосипедистов. А сегодня в Одинцовском районе вы сказали проблемы. Ну, для нашего направления, кросс-кантри, у нас раздолье и никаких проблем нет. А для шоссовиков, например? Для шоссовиков, ну, это нужны трассы. А какого характера? Вот у нас, допустим, есть там Можайское шоссе, если там Одинцово, город Брайд, да, там есть Незелина, я не знаю, Жуково. А нужно их как-то расширять? Нужны новые полосы? Ну, нужны широкие хотя бы обочины и ровные. То есть, ну, в идеале, конечно, лыжевая трасса подходит для соревновательного, для соревновательного дисциплин хорошо. Но она, вы говорите, перегружена? Она перегружена в данный момент детьми, что вот просто мольбы всех велосипедистов района и города Одинцово убрать детей по возможности. Потому что аварии часто и приходится постоянно держать. На мете, идут дети на велосипедах тоже. Дети на велосипедах, пары прогуливающихся просто. То есть, очень много людей на спортивном трассе. Я вот хотел как бы добавить то, что Паша говорит. Вот у нас в прошлом году, в декабре месяце, был круглый стол, где были представители общественной палаты и представители администрации именно по вопросу организации велодвижения в Одинцово. И там, значит, были такие вот, были проекты, где разместить вот эти вот велодорожки, велотрассы, да, как они будут соединяться. И вообще, как кататься по Одинцово на велосипедах, где это можно сделать. Был такой круглый стол, но вот какие-то решения принимались, но пока, так сказать, пока не принято решение. Ну, действительно, вот велосипедист решил, ну, не велосипедист, он еще, условно говоря, просто там некий офисный рабочий, он решил, что я хочу заниматься велосипедом. Я вспомнил, как я на Орленке коня катался всю жизнь, там, в детстве и так далее. Купил новый велосипед, где ему в Одинцово кататься? Вот, в принципе, может ли велосипедист кататься, например, по тротуарам? Может. Ну, может, по идее, но при за, опять же... Если много на роли, представляете, там 20 человек едет, это как бы... Это, получается, иногда, знаете, курьез, потому что я сам велосипедист и знаю, что иногда, по идее, тебя должен твой железный конь нести, а фактически ты его просто ведешь, обходя людей, потом, о, пустое место, аж 10 метров, залезаешь на велосипед, 10 метров проезжаешь, опять утыкаешься в следующую группу людей, опять с него слезаешь. Ну, тем не менее, вы говорите, раздолье. Где же раздолье-то? Раздолье. Вот, людям, которые решили сесть на велосипед и хотят именно кататься, предлагаю присоединиться к нам, мы покажем маршруты. У нас очень много красивых мест. У нас, если вот исключить дороги, можно от Одинцова доехать до Звениграда. Буквально в эту субботу мы проезжали замечательный маршрут, посетили там красивые места, и Лахиностров, и объехали все эти дороги, и все пробки. То есть, я не вижу в этом проблем. То есть, люди катаются по 100 километров. Вот вы сколько проехали? Ну, 116 километров проехали за один день, за субботу. А сколько по времени заняло? Ну, целый день световой. Ага. Ну, вы едете, я так понимаю, как раз-таки и по пересеченке, и где-то приходится там шоссе пересекать и так далее. Процентов 90 у нас пересеченки. Очень хорошая укатная дорожка вдоль Москварики, вдоль озер, прудов, живописные места. Поэтому я не вижу в этом проблем. Главное тут, основная задача какая, дать людям понять, что за пределы города тоже можно выехать, что там тоже есть жизнь, что там есть тоже дороги, есть велосипедисты. Не стоит замыкаться в городе. Ну, я думаю, как раз-таки мы здесь можем вспомнить, что мы живем опять же в Подмосковье, в очень зеленом регионе. И Одинцовский район тоже в этом плане богом одарен. У нас очень много и лесов, и рощицы, и Москварика, опять же, достаточно живописными местами и так далее. Ну, я так понимаю, что вот из того, что вы сказали, следует, что опять же, наиболее такой доступный и понятный способ, как вот сесть на велосипед, при этом не покалечить себя, пассажиров там и так далее, и не носиться там смертоубийственно по шоссе, да, это как раз-таки вот в единицу с людьми, которые уже давно этим занимаются и вместе пытаться как-то и так далее. А скажите, в принципе, вот у нас в районе обычные велосипедные такие сообщества, это какие-то коммерческие организации, какие-то взносы там требуются или что-то другое? Нет, есть региональные сообщества, которые за деньги могут провести любую экскурсию. Наше сообщество на энтузиазме, на альтруизме проводим людей, собираем. В принципе, у нас в год проходит порядка 80 человек через нас. То есть мы проводим, показываем маршруты, и потом люди самостоятельно уже ездят по этим маршрутам. У нас есть звоночек, предлагаю поговорить с нашим зрителем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Хотел бы к вам присоединиться, если можно, в контакте, или вот как выйти на организаторов и связаться, и присоединиться к вашим замечательным прогулкам. Почему нет? Давайте. Ну, у нас сообщество ВКонтакте, называется Часовское велобратство. В принципе, можете посетить нашу страницу, посмотреть маршруты, посмотреть фотоотчеты. Там я фотограф, соответственно, после каждой прогулки у нас остается хороший фотоматериал. Можете посмотреть. Спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Звоните, мы сегодня говорим про велосипедный спорт в Одинцовском районе. Такой вопрос услышал велосипедное Часовское велобратство. Велобратство. Почему велобратство? Обычно, знаете, привыкшие мы такие, что не велобратство, а вообще братство бывает. Например, воинское братство. Там люди через многое прошли и стали действительно брать себя друг к другу. Через что Часовские велосипедисты прошли такое? Ну, у нас действительно велобратство, потому что с основным костяком, который у нас есть, мы общаемся повседневно, помогаем друг другу, приходим на помощь, если надо. И постоянно собираемся своим там крепким составом, дружным. Вот все, кто с нами катался, всегда отмечают, что у нас дружный, веселый состав. Фактически получается клуб по интересам вокруг такого спортивного, достаточно полезного занятия. Да, совершенно верно. Скажите, вот как человек, который занимается непосредственно велосипедным сообществом, вы как человек, который занимается вообще общественной работой, А насколько велосипед сегодня в Подмосковье действительно людям интересен? Есть ли какая-то, может быть, динамика с прошлыми годами? Да, есть динамика. Я сам катаюсь, я очень часто катаюсь на Лазутинке. И вот где-то лет, ну так, 10 назад, ну, может быть, даже побольше, там было очень мало народу. Ну, бегающих пару человек там, может быть, очень редко кого-то встречало. Когда только начиналось. Да, вот когда там только все это, вот, но сейчас там, вот вы посмотрите, что сейчас там. Там сейчас действительно, вот как Паша сказал, там просто тесно становится. Там и велосипедисты, и, так сказать, вообще люди к спорту поднимутся, потому что вообще спорт, это не только полезно. Сейчас все поняли, что это модно, на самом деле. Это вот для молодежи, это очень такое слово, очень, да, мода. Вот, мне кажется, сейчас быть модно здоровым, успешным, богатым, да, а не, так сказать, бедным и больным. Ну, поэтому, поэтому... Я вот дополню, тут один момент есть еще. Велосипедные сообщества, чем хороши, легко найти себе даже супруга или супругу, там, именно в этом сообществе. Друзей просто. Нет, у нас получается, что все участники ведут здоровый образ жизни, и очень много интересных общих тем. Ну, я думаю, на супружескую жизнь, если один из членов пары как раз-таки увлекается велосипедом, это сильно влияет. Представьте, как это для жены, например, выглядит, который далека от здорового образа жизни. Утро, субботы, муж вместо того, чтобы дома сидеть, в выходной садится на велосипед, укатывает куда-то на 116 километров, потом возвращается его, кормите все. Я так понимаю, что как раз-таки здоровый образ жизни здесь людей объединяет по интересам и так далее. Скажите, есть ли у вас какие-то крупные акции, кроме одной конкретной акции, я знаю, что 8 мая довольно интересный у вас был пробег, марафон, мы о нем отдельно поговорим. В целом, вот общественная палата проводит ли какие-то массовые именно велосипедные акции или вопросы, может быть, популяризации велосипедного спорта как-то ей разрабатываются? Вот какова ваша позиция по этому вопросу? Ну, то есть, что касается общественной палаты, у нас, конечно, проводятся мероприятия спортивные, такие общеспортивные, да, это и футбольные какие-то мини-турниры, вот, хоккейные. Но вот такое мероприятие именно с велосипедистами у нас впервые. Но оно не только как бы спортивное, оно еще, так сказать, мы совместили праздник, да, День Победы со спортивным мероприятием. Мне кажется, это очень такое удачное сочетание. Ну, это триатичное спортивное. Да, это, то есть, мы тут, так сказать, впервые в Ленисовском районе. Но мы к нему чуть позже вернемся, прям поподробнее поговорим. У меня сейчас вопрос вот какой. Если действительно велосипедистов становится так много, если это становится, как вы сказали, модным, стоит ли как-то, может быть, законодательно взять под крыло велодвижение? Потому что на сегодняшний день, насколько мне известно, не вполне конкретен статус, например, велосипедиста, как участника дорожного движения. Не вполне конкретно, может ли по густонаселенным, допустим, городам, да, на каких-то автобусных станциях, там и так далее, проезжать велосипедист. Насколько это опасно, небезопасно и так далее. Вот ваша позиция, как действующих активных велосипедистов? Как правило, дорожное движение жестко прописано, велосипедист является участником дорожного движения. Тут проблема, на мой взгляд, видится в следующем. Чтобы сесть за руль автомобиля, нужно отучиться. Чтобы сесть за руль велосипеда, достаточно купить велосипед. Сталкиваемся очень часто с безграмотностью на дорогах, поэтому вот это влечет за собой негативные последствия от велосипедистов. А как думаете, можно ли это как-то регулировать и стоит ли? Тут у нас даже поговорили не так давно в Государственной Думе о введении прав для велосипедистов обязательных, определенной категории, уникальной и так далее. Вот ваша позиция, стоит ли подобное? Я считаю, что обучение обязательно должно быть. Потому что я как автомобилист вижу очень много детей, которые передвигаются в темное время суток без фонарей, без катафотов. Им страшно за них. То есть я думаю, что если на базе школы с отделом профилактики ГИБДД проводить какие-то занятия, то хотя бы можно так. А если вот мы как раз вспомнили вопрос движения по шоссе, я так понимаю, в основном вы про шоссе сейчас говорили, правда? Насколько все-таки действительно обязательно использование специальной защиты, например, тех же шлемов? Многие этого не делают, потому что и там и натирает, и тяжело, и дорого, и зачем? Они не делают, потому что это выглядит, по их мнению, смешно. Даже вот так, видите? Да. У кого-то портится прическа, кому-то просто жалко отдать эти 2000 на шлем. Беда, беда. Ну, когда я сам купил велосипед, у меня тоже стал этот вопрос. Наткнулся просто на один комментарий на форуме, когда человек рассказывал, когда он просто безобидно ехал по тротуару со скоростью 5 км в час. И его просто испуганная бабушка скинула на проезжую часть. То есть человек просто наложил 22 шва на голову и после этого сказал, ребят, решайте сами. То есть голова одна, жизнь одна, все люди взрослые решают сами. Для меня, я в своем велобразстве весь костяк мы ездили в шлемах. А если как раз-таки говорить конкретно о вашей организации, потому что она у нас сегодня такая, да, образцовая, по крайней мере, на момент нашего эфира сегодняшнего. Как у вас получается по разделению мужчины, женщины, дети, подростки и так далее? В костяк у вас это все-таки люди зрелые или это больше молодежь? В костяке у меня от 18 до 35 лет. То есть достаточно зрелые уже люди. Достаточно зрелые, да. В большинстве своем совершеннолетние и так далее. Да, до 14 лет мы с собой не берем, потому что это, во-первых, передвижение все равно, хоть и малое, но по правильной части. Во-вторых, люди несовершеннолетние и дальнее расстояние, как поведет себя ребенок, неизвестно. Ну и если все-таки закончить тему, которую мы практически в самом начале эфира начали, по поводу как раз-таки того, что нужно сегодня велосипедистам вот в Денцовском районе. Давайте подобьем результат. Допустим, мы сейчас давайте не будем о владельцах шоссейных велосипедов говорить, потому что обычно шоссейный велосипед равно спорт. Зачастую это люди, которые где-то либо выступают, занимаются, либо, если даже не выступают, знают, где им нужно для этого кататься. Возьмем обычных владельцев горных велосипедов. Вот что им сегодня нужно поменять, добавить, изменить в инфраструктуре Одинцовского района, чтобы им было комфортно кататься? Если брать конкретно город Одинцово, то нужны продуманные, очень хорошо спланированные дорожные сети велосипедные. Что касается всего остального района, в нашей дисциплине нам, в принципе, ничего не нужно. Мы выехали, куда глаза глядят, туда велосипед едет. Единственное, хотелось бы, чтобы проводились какие-то мероприятия велосипедного направленности. Это соревнования. Потому что, если взять город Истер, там постоянно в черте города есть трасса для кросс-контри, там есть секции, там постоянно проходят соревнования. Там город живет велосипедом. Хотелось бы, чтобы у нас в районе было что-то похожее. В Москве-то, кстати, тоже бульварное кольцо уже сделали, 9 километров. То есть, Москва, да, город, насколько загруженный. Тем не менее, вот, нашли место для велосипедистов. Глубо желание. Да, прекрасно ездят они. Ну, сложно уже в существующий город встроить велодорожки. Ну, да. И при особом желании это, конечно, можно сделать. Но, с другой стороны, вот, я думаю, вы правы. Москва тоже у нас, что называется. Причем это бульварное кольцо, это, в общем, центр. И, тем не менее, все равно, вот, как бы, до желания появились. Ну, и прокаты. Потому что, вот, я посмотрел по поисковикам, у нас 2-3 проката в Одинцовском районе. Это очень мало. Еще я хочу добавить, вот, в Москве, кстати, проводится, там же вообще огромные велопарады проводятся. Там перекрывается весь центр, все набережные. И едет не 100 человек, а едет тысяча человек. То есть, там вот, в этом плане, мне кажется, они, велосипедисты, имеют поддержку большую. К этому, знаете, сразу такая мысль всплывает. У нас, в общем-то, есть такая акция, она особо, в общем, и никем не поддерживается. Это на работу на велосипеде. Весьма известна, она идет с хэштегами в социальных сетях и так далее. Вкратце, судя наших зрителей, люди садятся просто на велосипеды в какой-то там один день, условно говоря, едут на работу на велосипеде. Не на машине, не на общественном транспорте, на велосипеде. Акция довольно интересная, она действительно огромную поддержку именно народную имеет. Хоть ее, повторяю, никто именно централизованно никак не организует. Вот насколько на работу на велосипеде может работать в Одинцовском районе? Насколько, вот, если человек, допустим, живет там, я не знаю, где-нибудь, мы не будем там конкретное поселение называть, ну, живет там не в Одинцово, допустим, а где-то неподалеку, а работает в Одинцово, насколько ему удобно вообще, допустим, будет сюда добираться, сюда и обратно потом. Как крайне неудобно. Вот, а почему? Потому что как раз-таки, например, дороги по большей части. Это по большей части только дороги. Ну, вы знаете, я хочу добавить вот к сказанному, что вот вы искали про эту акцию. Ну, вот я посмотрел на эту вот акцию, и там вот есть, значит, фотографии появляются в интернете, что вот там, значит, руководители наши ездят на работу. Мне кажется, они просто ради акции. Вот акция ради акции, понимаете? А все-таки вот, чтобы серьезно посадить человека на велосипед, да, чтобы он полюбил велосипед, это нужно, наверное, вот... Мэр Лондон, известнейший на весь мир пример, катается постоянно на велосипеде. Вот, это лежит еще. Правда, тут имеется такой нюанс, он ездит на велосипеде, потому что он профессиональный велосипедист. Он любит велосипед. Человек любит велосипед, да. Вот надо как-то людей привлечь к такому отношению. Ну что же, насколько мне известно, вы достаточно активно этим занимаетесь. 8 мая общественная палата, как мы уже говорили, достаточно крупную акцию велосипедную приурочила к Дню Победы. Вы проехались по нескольким мемориалам, и все это достаточно грандиозным шоу закончилось. Я предлагаю сейчас это посмотреть. А с вами, Павел, мы на сегодня прощаемся. Огромное вам спасибо, что вы у нас были. Надеюсь, что не в последний раз. Спасибо, что пригласили. Уважаемые телезрители, итак, ну что же, посмотрим, как этот велом мерафон в Одинцовском районе прошел. 8 мая общественная палата Одинцовского района совместно с профессиональными велосипедистами Чистцовского велобратства привела первый в районе велопробег по памятным местам боевой славы, посвященный Дню Великой Победы. По маршруту Жаворонки, Большие Веземы, Захарова, Чистцы. В начальной точке велопробега возле станции Жаворонки собралось более 100 неравнодушных участников патриотического мероприятия. Приехали велосипедисты из разных районов Подмосковья. Многие участвовали целыми семьями. Вначале четкий инструктаж по соблюдению правил дорожного движения, а затем старт велопарада, который дала председатель комиссии по культуре, спорту и туризму Общественной палаты Елена Викторовна Грибкова. В сопровождении двух экипажей сотрудников 10-го батальона ГИБДД Московской области колонна двинулась по маршруту. Первая остановка – памятник на братской могиле воинов советской армии в сельском поселении Жаворонковское. Возле мемориала участники почтили память погибших солдат, минуты молчания и возложили цветы на братскую могилу. Далее праздничная колонна выехала на федеральную трассу Можайское шоссе и проследовала до Больших Везем к памятнику обелиску погибшим воинам-землякам. Все проезжающие навстречу машины сигналили праздничной колонне. Возле мемориала в Больших Веземах выступила ветеран Великой Отечественной войны Валерия Борисовна Шарлау, которая рассказала молодежи о своей юности, о тяготах войны, о горе и трагедии всего нашего народа в тени простые годы, а также долгожданные победе и радости 9 мая 1945 года. К памятнику воинам Великой Отечественной войны на территории музея-усадьбы Захарова колонны велосипедистов и общественников с лагами и георгиевскими ленточками шла через весь парк. Люди, в это время отдыхавшие в парке, начали фотографировать праздничную процессию и поздравлять всех с наступающим великим праздником. Возле братской могилы в память о воинах, которые заплатили за победу такую высокую цену, отдали свои жизни. Дети выпустили в небо 9 белых голубей, а Екатерина Нефедова исполнила песню «День Победы». Конечной точкой велопробега стал памятник воинам советской армии в поселке Чесцы, где состоялся праздничный концерт. Ну что же, вот так данное мероприятие проходило глазами самих телезрителей. Как вы заметили, съемки у нас все были любительские. Мы сейчас поговорим как раз-таки с одним из организаторов данного велосипедного марафона. В нашей студии, здравствуйте, Иван Михайлович Бугаев, эксперт-консультант общественной палаты. Здравствуйте. Иван Михайлович, я знаю, что вы один из организаторов мероприятия, видели все это лично собственными глазами. И ваши впечатления, все ли получилось, что хотели бы поменять? Да, все получилось, ничего не хотелось бы поменять, все как запланировали, все, в принципе, прошло так, как по плану. Вот лично у меня не очень стыкуется, хотя это, в общем, довольно известно. Многие праздники наши, 9 мая в том числе, проходят под спортивным таким, знаете, вымпелом. Тем не менее, 9 мая, День Победы, исторический праздник, военный праздник, со слезами на глазах и так далее. Почему спорт? Почему рядом спорт? Как считаете? Ну, мне кажется, вот, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту, вот это нужно было две вот эти вещи совместить. Патриотизм и спорт, основное воспитание нашей молодежи? Да, все правильно. То есть, это такой момент, который и привлекает внимание молодежи, и закаляет ее своего рода, соответственно, в здоровом теле здоровый дух, а, как известно, наши ветераны духом как раз-таки своим прославились в свое время, правильно? Да. Но, если можно, про данные мероприятия чуть-чуть подробнее, насколько мне известно, оно закончилось достаточно грандиозным шоу, пиротехническим в том числе и так далее. Я так понимаю, что вы как раз его организовали? Да, мы как раз его организовали совместно с Звенигородским филиалом «Ночных волков». Значит, это мотоциклетный достаточно старый клуб. Значит, один из также организаторов был Александр Копылов. Вот, мы вместе, в принципе, это все и начали, и, так сказать, довели это все до дела до конца. Значит, в мероприятии участвовали маленький мальчик, 12 лет, стандрайдер. Это фристайл на спортивном мотоцикле. Достаточно интересно, красочно это смотрелось. Он показал, ну, высококлассные трюки, он показал, он показал, значит, умение катания на мотоцикле, профессиональное. Что не все мотоциклисты, это какие-то параноики там, я не знаю. Это на самом деле... Экстремалы, да. Экстремалы, да. Да, это отдельное направление, как и велосипедистов, это люди, которые любят скорость. Ну, бывает безопасное катание. Вот, он и показывал, как можно научиться безопасно ездить на мотоцикле. И что можно научиться. Вот, был также патриотический клуб, значит... Если можно, я вас на секунду прерву, то есть у нас мероприятие, в общем-то, было объединенное. Там были велосипедисты, там были мотоклубы. Да, но это как бы все было подвиги общественной палаты. То есть, вот, общественная палата совместно с... Вот то, что Иван перечислил, проводила вот такое мероприятие. Значит, трюки и так далее. Что еще? Игорь Топало предоставил... Они как раз, ребята, приехали с мероприятия восстановления событий, с Кубинки. И они у нас устроили маленькое восстановление событий, взятие Рестага. Не реконструкция. Реконструкция. У нас была пушка, мы взяли ее с Патриота, с парка. Значит, администрация нам предоставила. Ребята приехали в форме уже, с 41-45-х годов. Приехали также немцы. Они встали со стороны Рестага. Русские встали со стороны пушки. И они брали, значит... Ну, немцев, я так понимаю, не настоящих завозили. Ну, естественно, стреляли-то, да. Стреляли с настоящего оружия, стреляли холостыми патронами. Было достаточно громко, интересно. Никто никогда до этого такого не делал. А тут мы показали, как это все приблизительно было. Как погибали, как, грубо говоря, как стреляли, насколько это было громко. Так как шумовые патроны, они достаточно громкие. И достаточно далеко было слышно. Это все сопровождалось, значит, ведущим. Она комментировала. У нас была ведущая тоже, член общественной палаты, Катя Кимчук. Тоже очень молодец, спасибо ей большое за все. А в плане зрителей? Зрители были, значит, помимо местных жителей. Мы пригласили, значит, детей с ограниченными возможностями. Ветеранов. Ветеранов мы пригласили. Всех, кого смогли, всех пригласили. Много очень народу было. Порядка тысячи человек собралось у нас. Это достаточно массовая, получается. Вся площадь была полная. То есть народу было достаточно много. Кашу ели. Мы, значит, на общественных началах сварили кашу. Попросили воинскую часть соседей. Они нам привезли полевую кухню. Не отказали, конечно. Да. Значит, мы собрали кашу, собрали тушенку, масло, сварили все. И накормили просто народ. Вот. Все, кто желающий, подходил. Было все бесплатно. Чаем, значит, можно было подкрепиться. Ну что же, Иван Михайлович, Дмитрий Вячеславович, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня приходили. Действительно, интереснейшие мероприятия. Интереснейшая вообще инициатива с велосипедным спортом в том числе. Будем надеяться, что в дальнейшем, когда мы в следующий раз с вами встретимся, все это непременно, уверенно, случится, мы уже сможем с вами обсудить развитие, может быть, даже какой-то данной идеи. Может быть, даже вы скажете, даже нас обрадуете, что это более часто как-то будет проходить и так далее. Это третье мероприятие, которое происходило. То есть мы дальше не будем оставлять эту инициативу. Дальше будем проводить все там же, в поселке Чесы. Ну, а мы будем за всем этим следить. Спасибо еще раз большое, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о велосипедном спорте, его развитии в Одинцовском районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, постараемся вместе во всем разобраться. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте. Или воспользовавшись формой обратной связи, или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.